В эфире репортера новости в студии Инна Усова. Здравствуйте. Максим Степанов официально назначен председателем Одесской облгосадминистрации. Удостоверение Степанову выдал сегодня президент Украины Петр Порошенко, который для этой цели и приехал в наш город. Гарант Конституции назвал 2016 годом нереализованных возможностей для региона и выразил уверенность, что новый губернатор сумеет решить все проблемные вопросы, доставшиеся ему от предшественника. На представлении нового председателя облгосадминистрации побывал Виталий Хемий. Друзья мои, мы решили, что мы твитов человекам не даруем, а урочисто вручаем посвящение головы Одесской областной державной администрации Максиму Владимировичу Степанову. Прошу любить и жаловать. Не только хозяйственник, но и общественный деятель. Так Максима Степанова охарактеризовал президент Петр Порошенко. Глава государства дает новому губернатору наставление – работать на благо региона, а не разъезжать по Европе. Новоназначенный председатель облгосадминистрации немногословен, за что также был удостоен похвалы от президента. Я полностью осуществляю, что это большая ответственность, ответственность работать головой, руководитель гилки влади. Это ответственность перед вами, пана президенту, это ответственность перед каждым жителем Одесской области. Я спрямованный исключительно на результат, а не на работу заради работы. Я уверен, что мы сможем все вместе, действительно, в очень краткий термин показать классный результат. Благодаря реформе децентрализации власти, говорит президент, в этом году в Одесской области возможностей еще больше. Но в первую очередь Максим Степанов должен извлечь руки из ошибок в работе своего предшественника Михаила Саакашвили. Петр Порошенко раскритиковал работу команды реформаторов практически во всех сферах. Так, всего 17% жителей области получили субсидии. А эксперимент по перенаправлению сверхплановых таможенных поступлений на ремонт дорог в Одесском регионе провалился. На дорогах президент остановился отдельно. Если мы возьмем показатели 2016 года, то Одесская область была запланирована из всех джерел финансирования 1 млрд 320 млн грн. Это второй показатель в Украине. А знаете, сколько было освоено? Трехи больше 900 млн грн. Президента возмутил и тот факт, что в Одессе нормально не функционирует центр обслуживания граждан. Столько пиара и разговоров не было вокруг ни одного аналогичного учреждения в стране. Максим, я еще раз приеду до Одесского центра надания административных послуг. Только без камер, без пиару. И хочу быть твердо уверенным, что через несколько месяцев он працюет. Областная рада, местная рада, выделить необходимые деньги. И мы будем абсолютно твердо видеть, что никаких проблем с этого привода у нас не существует. Досталась от президента и главам районных администраций, которые в свое время пришли к власти в районах благодаря конкурсу Михаила Саакашвили. В качестве примера «Как работать не надо» Петр Порошенко привел деятельность райадминистрации во время недавнего снегопада. Глава Ширеевской райгосадминистрации Тарас Бойко попытался поспорить с президентом, но безрезультатно. Глава Ширеевской районных администрации Тарас Бойко попытался поспорить с президентом. На представление губернатора приехали практически все депутаты Верховной Рады, представляющие в парламенте Одесскую область. Ему просто сейчас нужно восстановить систему управления. Она разрушена полностью в нашей области. Она разрушена и никто не знает, чем должен заниматься. Все, что касается вопросов поддержки губернатора со стороны народных депутатов, то вы, наверное, обратили внимание, в зале практически все находились народные депутаты. И нам не безразлично, что будет происходить в нашей области. Мы хотим, чтобы здесь был прогресс. Мы хотим, чтобы здесь была инвестиция. Во время визита в Одессу президент Украины посетил семью знаменитых младенцев-петерняшек. Петр Порошенко пришел в гости с подарком. Президент передал семье мини-вен Пежо. После того, как глава государства познакомился с малышами, родители Петерни пригласили его на чаепитие. Напомним, 24 июня в Одессе на свет одновременно появились пятеро детей. Двоих девочек и троих мальчиков назвали Саша, Даша, Давид, Влад и Денис. Все междугородние трассы, которые были закрыты из-за снегопада, снова открыты. На автодорогах государственного значения движение восстановлено с 4 часов дня 11 января. А по состоянию на полдень 12 января восстановлено движение и на остальных дорогах. Новогодние праздники закончились трагедией. В селе Софиевка семья отравилась крысиным ядом. Отравляющие вещества начали испаряться в воздух, когда хозяин дома растопил печку. Ранее до этого пожилой мужчина засыпал яд в щели дома. И уже вечером трое детей и четверо взрослых почувствовали недомогание. В реанимации оказались двое пенсионеров. Двухлетний ребенок погиб. Отмечу, что пара с тремя детьми из Кировоградской области приехали к пожилым родителям на праздники. В Одессе вновь вырос курс доллара 12 января на книжке. И на седьмом километре за американскую денежную единицу просит 28,5 гривен. А в официальных обменниках курс колеблется от 28,30 гривен до 28,60 гривен. За неполные две недели 2017 года доллар подорожал на 50 копеек. Сегодня утром на межбанке торги открылись на отметке 27,30 гривен за американскую валюту. Таким образом, доллар достиг наивысшей стоимости с февраля 2015 года. Тогда в Украине случился валютный скачет. Нелегальный цех по производству алкоголя обнаружили силовики на одном из промышленных предприятий Одессы. В результате обысков изъяли 74 тонны спирта стоимостью в 2 миллиона гривен. Кроме того, на предприятии обнаружили расфасованные напитки на сумму в 1,5 миллиона гривен. Акцизные марки, найденные во время обыска, были изготовлены в Донецкой области. Открыто уголовное производство. В Одессе можно заказать блюда в ресторане и помочь нуждающимся. Проект «Добрый гость» уже прижился в двух кафе и ищет единомышленников. Клиенты оплачивают два счета и на вырученные деньги волонтеры закупают необходимые продукты. Как это работает, расскажет Диана Федотова. Стандартный набор – чашка кофе и пирожное. Обычный поход в ресторан или кафе обойдется приблизительно в 100 гривен. Но обычно эта сумма намного больше. С помощью проекта «Добрый гость» вы можете дополнительно оставить 50, 150 или 300 гривен. Все собранные средства пойдут на приобретение продуктов для нуждающихся. Для кого-то это капля в море, а для кого-то – сытный завтрак, обед и ужин. Механизм невероятно прост. Вы заказываете любое блюдо для себя и дополнительно можете оплатить другой счет. Вся сумма передается в фонд проекта, после чего закупаются необходимые продукты для малообеспеченных горожан. Собрав за неделю, предположим, какую-то сумму, мы вместе с ребятами покупаем продукты питания, которые уже выезжают старикам, многодетные семьи. Все-таки в этом проекте речь идет о тех людях, которые, наверное, сегодня оказались за определенной чертой, которая, я надеюсь, что лет через 10, может быть, может, раньше в этой стране пропадет. И мы не будем думать о том, что есть те люди, которым сегодня не хватает денег даже на продукты питания первой необходимости. Проект пока что действует только в двух одесских заведениях – в гастропабе «Фишка» и «Ивент-кафе». За две недели до Нового года удалось собрать около 7 тысяч гривен. 150 человек уже получили праздничные продуктовые наборы. Цена одного такого проднабора колеблется от 300 до 500 гривен. Получилось так, что инициатива была провести до новогодних праздников. И для людей это было, конечно, огромным сюрпризом, неожиданностью, когда мы приезжали к ним домой, привозили этот пакет, он достаточно объемный, такие все праздничные продукты, к Новому году, к Рождеству. Рады были тому, что это было нужно, что ни одна семья не сказала, нет, нам не нужно, у нас все есть. База данных нуждающихся постоянно обновляется. Это многодетные и малообеспеченные семьи, а также пенсионеры. Сейчас проект активно ищет единомышленников, которые смогут помочь волонтерам в сборе средств. Диана Федотова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». В Одессе ищут людей с тиранией вкуса. В нынешнем году в городе впервые вручат Одесскую международную литературную премию имени Исаака Бабеля. В конкурсе могут принять участие новеллы, а также короткие рассказы, напечатанные до 15 апреля 2017 года. Работу начнут принимать с 15 февраля. Главным критерием отбора станет литературное качество текста. В жюри известны украинские и российские писатели, а также внук Исаака Бабеля, литератор Андрей Малаев Бабель. Победитель получит отслитую в бронзе деталь из памятника Бабеля «Колесо судьбы», которую изготовит скульптор Михаил Рева. Кроме того, писатели, занявших с первое по третье место, наградят денежные премии и дипломами. Все подробности о премии можно узнать на официальном сайте конкурса. Бабель тогда уже писал о том, что новеллистика, конечно же, будет развиваться. И представлял авторов, которые будут показывать вершины в новеллистике, в том числе и Паустовского, называл. Мы видим, что прогноз Бабеля, конечно же, был правильным. Новеллистика развивается все время, и все время появляются все более и более серьезные и интересные авторы. Одесский велопутешественник Руслан Верин доехал до Индии. На велосипеде он преодолел свыше 6000 километров и пересек пакистанско-индийскую границу. Еще вот она! Напомню, последние три недели Одессит находился в Пакистане. Там его сопровождали полицейские. Из-за близости Афганистана изучать экзотическую страну в одиночку Руслану запретили власти Пакистана. Но, несмотря на это, Одессит все равно изучил местные обычаи и даже побывал на пакистанской свадьбе. Своё соло-путешествие Руслан Верин начал три месяца назад. Он уже побывал в Молдове, Румынии, Болгарии, Турции, Иране. Всего в планах велосипедиста преодолеть 14 тысяч километров и побывать в 13 странах. Финальная точка путешествия – Сингапур. Ну что ж, желаем Руслана удачи. На этом пока все. Оставайтесь с репортером. Увидимся!